Уже отчитались в вузы, что вот на такую-то специальность недобор, такой-то, на такую-то, такой-то, и недоборы, недоборы, недоборы везде. Какие у этого могут быть последствия? И когда мы их сможем уже ощутить? Когда мы их увидим? Мы на самом деле последствия видим уже и сейчас. То есть это все началось не вчера, это все часть единого демографического тренда. Там количество молодежи, оно не скачет год от года на 50%. Это все медленно развивающиеся тренды. Мы видим, например, уже сейчас, собственно, то, что происходит на рынке труда, острая нехватка рабочих рук. Это тот же самый тренд, что и нехватка студентов, потому что в этом возрасте, в этой возрастной группе у нас сейчас довольно маленькая когорта людей. Ну, а плюс к этому тут еще у нас добавляется специфика нашего государства, когда людей всячески мотивируют куда-нибудь уехать. А, собственно, да, вот я хотел спросить, а студенты-то где? Ну, это какая-то демографическая яма у нас. Ну, как, ну не может же быть такого, чтобы... Как-то в прошлом году, допустим, в позапрошлом, в позапрошлом были студенты. У нас и в прошлом, и в позапрошлом было мало студентов. В этом году просто еще меньше. То есть, где они? Они... Ну, первая причина, они не родились, значит, 18 лет назад. Вторая причина, некоторые из них посмотрели на то, что творится в белорусских вузах и решили предпринять все меры, чтобы поступить в какой-либо иностранный вуз. Собственно, условия обучения у нас тоже не улучшаются. У нас там много... Начиная от того, что у нас мало бесплатных мест и количество бесплатных мест сокращается, заканчивая тем, что, очевидно, там власти Беларуси считают, что студенты это просто их какие-то бесплатные крепостные. Я напомню, кстати, что крепостных вообще-то ценили, потому что образованный крепостной – это вещь редкая. У нашей власти какое-то отношение довольно странное, как к каким-то бесплатным крепостным. Мы слышали, что вот Александр Лукашенко решил, что надо там решать проблемы с кадрами в медицине тем, что просто увеличить отработку, удлинить отработку. То есть, вот их там... Можно отобрать паспорта, запереть на селе, и они там будут что-то лечить. Точно так же Александр Лукашенко решает проблемы в сельском хозяйстве, что там нельзя увольняться руководителем. Ну и понятно, что студенты абсолютно не защищены. Студенты – это, наверное, одна из даже самых уязвимых категорий. Их там постоянно норовят то на поля, то на какую-то картошку, то куда-то распределить. Вот сейчас тут входит в силу изменения, что если вы будете учиться за границей, то у вас не будет отсрочки от армии. Это да. Но, вероятно, тут все эти остальные события, они подстегивают тех людей, которые в целом задумывались об обучении за рубежом. И уже забить на эту армию и просто уехать и не возвращаться. Вот поразительно, что когда мы говорим о студенческой эмиграции, казалось бы, в Беларуси должны оставаться ребята, которые никогда и не планировали сильно поступать в ВУЗ. Ну вот они закончили школу и, как говорится, начали жить. Что-то делать. И как бы это должна быть как раз-таки основа лукашизма. Почему? Потому что, ну, вот Лукашенко таким ребятам предлагает, там, ну, там был бы первое, второе, третье и компот, да, ты только будь лоялен. И ребята такие, ну, типа, а что, ну, в чем мне, да, вот как силовики. Мне квартиру дадут когда-нибудь, там, рано или поздно, ну, какие-то шансы вот в жизни я получу от государства. Спасибо ему на коленях за Александра Григорьевича. Но третьего дня встречаю я в Варшаве парнишку, 20 лет. И я говорю, а, ну, просто случайно встречаю, он дыни продает, стоит. Вот тут, на районе у меня. Я говорю, вот, а он такой знакомый, говорит, у вас такое лицо. Я говорю, а вы откуда? А я из Витебска, говорю, о, я там родился. Он говорит, а, ну, тогда точно я вас должен знать, да. И мы разговаривали, выясняется, что парнишка-доследователь нигде никогда не учился, ни в каком ВУЗе, ничего, вот, а что случилось? А просто уехал в Польшу. А почему? Ну, тут же лучше. Я говорю, а чем? Ну, лучше. То есть даже, не то что студенты, а даже ребята, которые могли бы, да, казалось бы, стать опорой режима, там, 20-летние, 18, 12, 20, 21, и те уезжают, пусть лучше тут дыни продают, что угодно, но здесь, вот тут лучше. Ну, тут такие образы... Человек понимает, что продавать дыни в Варшаве выгоднее, чем, не знаю, работать на шиномонтаже в Витебске, то какой-то процент этих людей в итоге переедет. Ну, да, согласен, замечание справедливое, принимается, как говорится, принимается. А что население Беларуси, учитывая то, что вы говорите, 18 лет назад не родились ребята, которым сегодня там поступать, стареем, стареем или не успеваем стареть? Вот тут тоже важный момент. Успеваем, успеваем. Это еще одна большая проблема. То есть мы стареем быстрее, чем уменьшается наше население. Вот, то есть, ну, в частности, это означает две вещи. Количество трудоспособного населения уменьшается быстрее, чем население Беларуси. То есть у нас вот на рынке труда гораздо больше проблемы, чем в целом по стране. Ну, и второе, это изменение демографической нагрузки. Мы стареем, это значит, что у нас появляется больше пенсионеров на душу населения. Больше пенсионеров означает изменение спроса. Ну, например, там пенсионерам более важен спрос на медицинские услуги, на какие-то лекарства, например, чем на, не знаю, бары на Зыбицкой. Вот, это означает, что надо больше пенсии, просто-напросто. А пенсии у нас идут из зарплат текущих работников. У нас нет никаких накоплений. У нас, точнее, этот фонд, он даже дефицитный в СССР. Вот, ну и надо, соответственно, либо снижать пенсии, либо повышать налоги. У нас в последнее время, кстати говоря, снижаются пенсии относительно средних зарплат. Вот, они вот еще там в 2019 году почти подбирались к 40%, то есть средняя пенсия, вот средняя зарплата сейчас там где-то уже, наверное, 37-38%. А сколько сейчас пенсионного возраста у нас? Ой, я даже не помню, он там постоянно у нас повышается, повышается. Не, не надо, это довольно существенная история. Вот, поэтому я и не помню. По-моему, не повышался он, ну, в смысле, не постоянно он повышается. А вот взять и там еще пятерочку накинуть мужчинам, там, женщинам, как вам кажется, тоже вариант? Идея прекрасная. Я уверен, что правительство, скорее всего, в какой-то момент так и сделает. Но мужчинам можно уже не накидывать. Мужчины уже в среднем у нас умирают там до пенсии. Серьезно? Средняя? Да не может быть. Ну вот смотри, право боя. Женщины уходят в 23-м году на пенсию в возрасте 58, мужчины 63 года. И что, у нас средняя продолжительность жизни меньше 63 лет? Ну, у нас там плохие данные, немного у Билстата. Возможно, что там, возможно, что мужчины в среднем годик еще живут на пенсии. Но да, у нас, у нас же мужчины умирают на 10 лет раньше, чем женщины. У нас одна из самых больших в мире вот этих разбежек по долголетию между мужчинами и женщинами. И мужчины практически и так уже не успевают пожить на пенсии. А почему, кстати, такая разбежка? Поэтому добавить можно, но уже не важно, там, добавить 5 лет мужчинам или 10. Там уже все равно никого не будет. Естественно, интересно. Почему у нас такая большая разбежка? Ну, такой, правильный ответ. Надо больше исследований. Вот. Есть несколько подозреваемых, но надо понимать, что у нас очень плохие данные Минздрава. У нас Минздрав, он, вот, просто как человек, который, там, начал врать с первого класса, он просто не может уже, кажется, произнести правду. В отличие, например, от других госорганов. То есть, там, тот же Белстат так себя не ведет. В Белстате, если публикуют цифры, то это вроде бы нормальные цифры. А у Минздрава там все это, кто что придумал. Так вот, примерные причины такие. Одна это неправильное пьянство. Надо понимать, что, там, есть другие страны с таким же потреблением алкоголя на душу населения, где смертность мужчин гораздо меньше. Вероятно, у нас, то есть, мы пьем не то, что невероятно много, ну, мы, конечно, одни из лидеров в мире, но мы пьем как-то не то и не так. Не такая неправильная культура потребления, то есть, надо либо там снижать потребление алкоголя, либо менять культуру. У нас высокие уровни самоубийств среди мужчин. Это тоже, там, гораздо выше, чем среди женщин. И прям высокие по Европе, если смотреть. У нас высокая доля людей, которые умирают от грязного воздуха, от различных болезней легких, которые, там, не являются раком легким. Как так происходит? У нас вроде бы нормальная природа, не то, что у нас там все грязно, там, в отличие от того же польского Кракова, у нас углем в Беларуси не топят. Это индустриальное производство и сельское хозяйство. Видимо, там люди, по всей видимости, дышат плохим грязным воздухом, химикатами и так далее, и рано умирают. Ну и дальше, там, идет по остаточному. Есть, естественно, болезни мужские, от которых больше умирают мужчины. Надо, там, больше исследований, что это за болезни, больше денег направить на лечение этих болезней. У нас есть обычное такое гендерное разделение традиционных ролей. Это приносит, прежде всего, стресс. Ну, мужчинам стресс, женщинам все остальные проблемы, естественно. Вот, ну, надо понять, что, там, если вместо женщины на кухне, то это значит, что в таком мире, где вместо женщины на кухне, у мужчин больше обязанностей, больше стрессов. Мужчины в таком мире тоже раньше умирают. Мужчины дольше живут в мире, где женщины и мужчины равны. Ну, это отдельная тема уже, как бы, как одна из причин, да, недолговечности наших мужчин, понятно, да. Вообще, что вы говорите, это ужасная история, на самом деле. Уже как-то вот слушаешь какой-то апокалипсис. А что, а как решить? Вопрос. Как власти будут его решать? Какие у них есть варианты? Что со всем этим делать? Будут они вообще это решать? Ну, давайте начнем с того, что это не апокалипсис. Бывает, что население снижается. Там есть страны, которые гораздо меньше, чем Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, например. Ну, ничего, живут там, просто их меньше. Тут, как бы, есть проблемы из-за вот этого перехода, когда у нас меняются показатели, когда меняется, например, соотношение пенсионеров к работоспособным людям. Ну, их надо решать. Как их решать? Ну, есть разные подходы. Первое. Ну, там, наверное, надо стимулировать рождаемость. У нас государство вообще занимается параметалистскими политиками, но у нас в основном дают денег. Деньги, по всей видимости, уже не помогают мотивировать белорусских женщин рожать. Ну, Качанова ездит по предприятиям. Ну, какие-то были бы там деньги, извините меня. Да, ладно, деньги. Вот единственное, что мы понимаем. У нас не плохие пособия относительно средних зарплат. Средние пособия относительно средних зарплат у нас, на самом деле, не плохие. Но современным женщинам не нужны деньги. Современным женщинам нужно субсидировать время. Вот те, там, потенциальные карьерные издержки. Ну, самый простой способ субсидировать время, это сделать ясли. Не совсем так, потому что я, будучи в декрете, получая вот это вот 460 рублей, еще год назад, наверное, я понимала, что, блин, ну, работать-то я пока не хочу. Хочу уделить больше времени ребенку, но если я не буду работать, мне вот этих денег не хватит. Купить ему памперсы, игрушки какие-то, книжки купить. Ну, это же, действительно, это очень мало. Это другая еще проблема. Это уже действительно совсем отдельный разговор. У нас случайно в Беларуси создалась культурная норма, что надо сидеть с ребенком 3 года. А кто сидит меньше 3, тот плохая мать. Ну, немножко я не об этом. Я о том, что мне хотелось больше дать ребенку от себя. Вот и все. Это понятно, да. Но практика показывает, что, то есть, тут нельзя, как бы, время – это конечный ресурс. Вот, нельзя его совсем достать из ниоткуда. Но, вот, мы знаем, что для многих женщин именно потеря, вот, времени, потеря карьерных перспектив – это важный, важный стопор для заведения детей. Соответственно, субсидировать надо подсовремя. Ну, может, это так. А тут, не мешай, еще раз мешаешься в работу академика, тебе влетит. Ну, все равно, даже если полгода сидеть, 400 рублей, 500 рублей – это не помощь, это копейки. Лев, понятно, о чем вы говорите. Вот, можно за полгода больше оплатить. Собственно, всю эту помощь скомпрессировать в эти полгода. Вот, есть ряд других политик, которые помогают увеличивать рождаемость. В Беларуси пока что этим не сильно занимаются. Ну, надо, естественно, привлекать иммигрантов, надо исследовать, почему люди эмигрируют из страны и бороться с эмиграцией. Тут понятно, что наше правительство ничего с этим делать не будет. Наше правительство любит эмиграцию. Как-то уехал, и вроде не ходишь, не митингуешь. Зачем комиссии эти тогда так, а не комиссия, возвращаетесь? Да, очень эффективно работают. Сколько там вернулось? Два? Ну, вон, врач вернулся с 22-летним стажем. Ну, хорошо. Вот, когда вернется хотя бы СПО, то давайте снова проведем эфир и поговорим. Вот, нужно реформировать пенсионную систему, чтобы она не зависела от наших демографических волн. То есть тут много всего, на самом деле, надо делать. Ну, понятно, что у нас не делается ничего. Единственное, что там будет делать правительство, ну, может быть, действительно, как-то еще устрожитая эмиграция. Может быть, не знаю, попытается поехать в Узбекистан и привлечь граждан Узбекистана, переехать в Беларусь. Хотя, я думаю, что большинство из них не поедет. Нет. Можно просто сидеть и ждать, потому что, например, главные проблемы в демографии Беларуси, они начнутся в середине века, в 2050-м, 1955-м году. Ну, можно сидеть и думать, ну, я же Александр Лукашенко не доживу до этого, так что это уже будут проблемы не мои, а может быть, там, Николая. Второго. Уже к тому времени, да. Ну, в общем, понятно. В общем, тенденция ясна. А я все-таки не верю, что это будут проблемы Николая. Ну, как-то вот, хоть вы меня режете, не верю. Верю, что... Ну, а если Александр Лукашенко считает, что это будут проблемы, там, Виктора Бабариха или Стан Тихановского, так тем более, что их решать? Вот пусть они потом приходят и там сгонную реформу раскрывают. Вот, хорошо, закончится эпоха Лукашенко и, там, адского этого российского влияния. Ну, грубо говоря, что-то такое замаячит, о чем мы мечтаем, да? Долго это все будет разгребаться? Как бы, ну, сколько поколений надо на то, чтобы... Или, в общем-то, на самом деле, страха большого нет? Ну, если наладить процессы кое-как, так сказать, подойти с умом к экономическому делу, то все пойдет. Если эти проблемы решать, то их можно решить. Ну, там, так, чтобы полностью все стабилизировать, это, наверное, уйдет, наверное, пара десятков лет, там, когда вы полностью уже запустите новую пенсионную реформу. Но, там, значимую часть вещей можно, так, пофиксить, пригладить. Главное, стабилизировать эти тренды. Это можно сделать довольно быстро, не надо ждать, там, когда поколение сменится. Угу, ну, понятно. Хорошо, спасибо вам огромное. Кстати, у нас опрос был, вот как раз пока мы с вами говорили, на тему, когда режим Лукашенко... Как, вернее, режим Лукашенко справится с утечкой мозгов как следствие трудовой миграции оттока молодежи. Ну, можно сказать, что белорусы пессимисты. Да, 50% наших зрителей, ну, немного проголосовало, 300 человек, но тем не менее. Никак, это тупик. 50% даже зрителей считают, что это тупик. 43% считают, что нужно остановить репрессии. И дальше, там, статистическая погрешность, это... Нужно заменить уехавших мигрантами. И нет никакой отечки, вы что, мозги на месте. Мозги на месте, все хорошо. Ну, вот такие... Если остановить репрессии, это, безусловно, поможет. Но что-то как-то не получается. Не выходит, а репрессии остановить это невозможно. Ну, действительно, я не знаю случаев истории, когда диктатор репрессировал бы свой народ, и потом вдруг раз почесал бы... Достаточно, я наелся. Да, все хватит, все хватит. Полпот только, по-моему, говорил, что из 9 миллионов населения Камбоджи нам нужно 3 для полноценной нормальной жизни. И поэтому 6 миллионов мы просто можем уничтожить. Ну, его остановили вовремя. Я думаю, что он бы, вот когда 6 уничтожил, сказал бы, о, вот эти, вот с этими дальше мы, да. Вот он мог бы, единственный диктатор. Да, но только... Дело в том, что в каких-нибудь петрократиях так можно делать. Все еще не стоит, но можно. Но Беларусь не петрократия. В Беларуси, собственно, ВВП, и вся экономика создается людьми. Она не добывается в основном из недр. Ну, что-то немного там мы добываем, и где-то немного лес продаем, и калий, вот. Но основная часть экономики Беларуси создается людьми. Поэтому, если куда-то денутся половина людей, и вы там за это время не нарастите технологии, то у вас куда-то денется и половина экономики. А я еще, знаете, что хотел спросить? Вот мы все время говорим об уезжающих, и вот недавно была статистика страшная, просто какая-то ужасающая, что 309 тысяч разрешений на жительство выдано в Европе белорусам только за 23-й год. А были еще данные 22-го, 21-го. Короче говоря, там более 600 тысяч всего белорусов. Понятно, что там и дети, и все остальное входит в это. Тем не менее, когда мы говорим о вот такой жуткой эмиграции, эмиграции, значит, ну, миграции, да. Вообще, качество уезжающих людей, есть какие-то данные статистические по этому показателю? То есть, я имею в виду высшее образование, имею в виду доходы, я имею в виду специализацию, специальности и так далее? По Европе есть, там по России, Грузии данных нет. Это уезжают люди в среднем более молодые, чем, опять же, в среднем население Беларуси. В среднем более образованные, но большинство из них, большинство из уезжающих, это, кстати говоря, не айтишники. Большинство из белорусов, которые живут в Европейском Союзе, это люди рабочих специальностей. Там, наверное, первое место занимают водители и дальнобойщики. Там много строителей и много айтишников, да. Эмиграция до 20-го года и после, она там сильно разнится. Вот, условно, до 20-го года там практически никаких айтишников не ехало, ну, какие-то, может быть, статистически незначимые цифры. После 20-го года это уже статистически значимые цифры, это уже, там, пара десятков тысяч людей, как минимум. Ну, вот, примерно такое. То есть это люди с доходом выше среднего, не обязательно, что это айтишники, это могут быть и, там, предприниматели, и дальнобойщики, и строители. Ну, вот какой-то такой портрет. Помоложе, по образованию, доход выше среднего. И причем, я сейчас говорю, поразительно вот то, что, да, есть же какие-то общие представления о каких-то процессах, и кто-то говорит, ну, да, повыезжал, и вот айтишники все уехали. Ничего подобного. Тут такое количество разных специальностей. Такое разнообразие. Разнообразие, инженеры, учителя, врачи, там, все-все-все, все, то есть срез, да, вот прям взяли, как от пирога, хобана, там, отпилили десятую часть страны. Их, какой здесь. Да, мы проводим опросы бизнеса и спрашиваем их, там, с какими главными проблемами они не сталкиваются. И, например, там, если раньше ответы были, там, нестабильная макроэкономическая политика, там, репрессии и так далее, сейчас один из самых популярных ответов это недостаток квалифицированного труда в Беларуси. Угу, ну, вот видите-ка. Так же, как и знакомый, один мне говорил, общался с чиновниками, и, значит, и он мне рассказывает, что они-то, а чиновники такие, про ебатьковского толка, и вопрос, а он нормальный человек, он говорит, ну, и как сегодня обстоят дела у вас там? Ну, вы знаете, говорит, все нормально, в общем, ну, только что-то людей как-то, ну, вот почему-то люди, не хватает. Куда-то подевались. Да, и он говорит, вы всерьез? Ну, они как будто всерьез не понимают, что происходит, то есть, как-то, такая страна, е-мое, отстояли свою государственность, а люди как-то вот так, были люди, исчезли, что-то происходит, ну, не знаю, с чем связано это непонимание, с необразованностью. По отдельным специальностям, по отдельным квалификациям, там ситуация может обстоять прям очень остро. То есть, ну, там, ладно, уедут строители, уедут айтишники, ну, будем меньше строить, будет меньше, там, экономика, но у нас там острая нехватка врачей, например. Это значит, чем-то заболели, стойте в очереди на операцию к этому там редкому специалисту долгий год. В том числе. Хорошо, Лев, спасибо вам за разговор. Спасибо большое. Будем делать выводы. Спасибо вам, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!